Девушки отдыхают Кто ж бред-то такой снимает? Тарелки надо. Только не сейчас, прошу. Мне надо тритмат написать к завтрашнему труб. Я пока не напишу и не лягу спать. А мы не будем спать. Если мы выиграем этот тендер, мы сделаем это так, как никто не делал. Потому что мы тигры рекламы. Наша команда работает как единое целое. Я бы очень сейчас хотел представить победителя премии и своего лучшего копирайтера Санкт-Петербурга Юлию Полонскому. Юля! Юля! Ради бога, извините. Юля! Юля! Ай! Что ты делаешь-то? Василий Львович, с вами все в порядке? Со мной было все в порядке, пока ты меня не наехала. Чего я за тобой бегаю, как этот принц за этой... Золушкой? Да. Василий Львович, меня ребенок дома ждет. И вообще вы мне отпуск обещали? Так, ты мне зубы не заговаривай. Знаешь, у меня самого трое. Вот. Красавцы. Все в папу. Да? Так, Юля, послушай. Ты должна выиграть этот тендер. Слышишь меня? Не то что отпуск. Ты сделал начальником отдела, плюс 50% в зарплате и свободный график. Будет время на семью. А если я не выиграю? Это вряд ли. Там конкуренты сломоватые. Один только из Трендхантера. Как его он? Титов. Титов? А ты чего, его знаешь? Первый раз в жизни слышу. Спокойной ночи. Титов, а ты никогда не задумывался о семье? Кайфоломщица. Ну, Саня, ну я серьезно. Тарелкина, я же тебе все про себя рассказывал. Я самый счастливый человек на планете. И у меня все есть, абсолютно все. Ну, я тебя просила не называть меня по фамилии. Это единственное, что хотел бы изменить себе. Ой, да. Давай только это будет не за мой счет. Ну, оставайся тогда жадным и одиноким. Ой. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Тарари, 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 тарам. Сколько? Минута семь секунд. Я дома. Алька. Здорово. Тигр мой. Поздравляю. И раз. И два. Садись. Ну, как день прошел? На кружке похвалили. Дали препарировать земляного червяка. Не поняла. Какое отношение червяк имеет? Какие аналогии? Прямое, мам. Они относятся к типу кольчатых червей. А этот тип насчитывает более 18 тысяч видов. И я вижу, тебе это совершенно не интересно. Да нет, малыш. Я могу слушать о червях часами. А еще учитель сказал, что он гермафродит. Учитель? Да нет, червь, мам. Слушай, тут такое дело. Мне нужно в Москву ненадолго уехать. Опять? Ну, ты же обещала, что мы проведем весь день вместе. Я понимаю, но я тебе обещаю, когда я вернусь, у нас будет настоящий отпуск. Юля, ну что, я побежала? Ага. Алла Дмитриевна, мне тут надо на недельку в Москву смотаться. Побудете? Ну, конечно. Пока. Я спокоен. Это просто изменение. Я преодолеваю все крепятствия с радостью и легкостью. Прожитое мною запрошать. Фигня. Ну, здравствуй, Саша Титов. А помнишь, 10 лет назад Финский залив, яхта, романтика. Так вот, Саша Титов, у тебя есть дочь, и ей 10 лет. Только ты об этом ничего не знаешь. Потому что, когда я позвонила тебе 10 лет назад, ты мне сказал, что ты перезвонишь. И ты не перезваниваешь все эти 10 лет. потому что я... Я спокою. И ты, Саша Титов, про мою дочь ничего не узнаешь. И вообще, я тебя сделаю. Потому что я лучший креативщик Питера. Я тигр. Реклама. А ты косюн. КОНЕЦ 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 Кто его спрашивает? А это его дочь. Вы понимаете, я из Питера. Буду проездом в Москве. А адрес у него тот же, да? Недавно переехал. Угу. Запоминаю. КОНЕЦ 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 Вместо сотен слов только самое ценное. Печенька? Не печенька. Крекер Дятлов. Он мне делает предложение крекерам. Титов, ты козел. Я козел? Я гений. Ты просто не целевая аудитория. Сегодня приезжает клиент из-за поимели в футс. Организуй встречу. Все как обычно. Да, номер плази, лимузин, икра, водка и так далее. И сердечко еще выложу. Из крекеров Дятлов. О, я смотрю, ты название выучила. Крекер Дятлов достоин, чтоб вернуться. Доброе утро. Александр Титов? Ну, я. Значит, вы мой папа. Поздравляю. Слушай, чего тебе надо? Ну, я же говорю, я ваша дочь. И я захотела вас увидеть. Увидела? Иди домой, а то полицию выживут. А я могу долго звонить. Я терпеливая. Я тоже. А ваши соседи могут о вас плохо подумать. Слушай, они обо мне и не такое знают. Доброе утро. Здрасте. Так. Кто ты и откуда? Александра. Из Санкт-Петербурга. Можно просто, Аля. Меня, кстати, в честь тебя назвали. И день рождения у нас с тобой в один день. 13 марта. А ты уже завтракал? Если накормлю, уйдешь? Нет. Слушай, ты чё такая дерзкая, а? Это крэкер дятлов, крэкер с именем. Я б на его месте псевдоним взяла. Ты просто не целевая аудитория. Слушай, что ты хочешь от меня? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Моя мама, талант. Ну, в данном случае действительно слабовато. Ну, во-первых, киты на людей не нападают. Ну, даже синий кит, который весит 150 тонн. А это почти как 120 машин. Он питается планктоном. Подожди, при чём здесь кит? Обо мне ты вообще как узнала? Внезапно. Хорошо, и где ты живёшь? Эту неделю я планирую пожить у тебя. Кстати, дети у тебя ещё есть? Нет у меня никаких детей. Оставь в приспокое. Это хорошо. С одним ребёнком тебе будет гораздо легче. Ну, тем более, что я уже взрослая. Так, а где твоя мама? И она вообще знает, где ты находишься? Мама? Конечно, это вообще её идея. Прекрасно. Так. Девушка, здрасте. Вы не подскажете, по какому номеру обращаться, если ко мне в дом ворвался сумасшедший ребёнок? Нет, я нормальный. Ребёнок сумасшедший. Поставь олени на место. Да что ж ты делаешь? Ты знаешь, что это за олень вообще? Ты б штаны надел. Ну, на случай, если к нам гости. Тьфу ты. Десятый раз уже его клею. Слушай. Да не бойся ты, не буду я тебя трогать. Девочка. Мы с тобой даже не похожи. Посмотри на свои кудрявые волосы и на мои. Посмотри на свои карие глаза и на мои зелёные. Мой нос ты видела? Да уж, повезло. Девушке с такой внешностью было бы тяжело по жизни. Ну, может, ты человек хороший, как я. Ясно. В общем, мне пора на работу собираться. Хорошо, я с тобой. Чего? Тогда оставь ключи, если я вдруг решу выйти. Так, всё. Метро налево. На. Доброе утречко. Доброе утро. Обозор перед соседями. Это что, шантаж? Это генетика. Мама говорит, я вся в тебя. А детское сиденье есть? А это небезопасно. При аварии я могу пострадать. Ну, открывай. Алло. Алло, да. Это я. Останавливай кастинг на туалетную бумагу. Там что-то клиент в сомнении. И отправь кого-то в архив. Нам нужны кадры оленей или зайцев. Только чтобы они были не зимние, а летние. И чтобы они не спали и жрали, а знаешь, как будто к чему-то прислушивались. А что у нас по бурундукам? Кто этим занимается? Ганин. Дай мне его. Сейчас. Ганин. Ганин. Просыпайся, детов. Босс, у нас проблема. Бурундуки плохо поддаются трассировке. Подожди, подожди. То есть ты их не нашел, правильно? У ребенка третий сутки зубки режутся. Подожди, Ганин. Какие зубки? О чем ты вообще говоришь? Перенести на другой день. Это природа, босс. Я... Послушай. Зато есть отличный еж. Засунь этого ежа себе знаешь куда? Все, ты уволен. Одни идиоты вокруг. А у этого человека, ну, которого ты сейчас уволил, есть семья, ну, дети, может. Возможно. И ты его уволил из-за бурундука? Это что, так важно? Слушай, в рекламе все важно. Волосок к волоску, бурундук должен уметь петь. Хомяк читать газету. Не важно. Умри, но угоди клиенту. Вот и все. Угу. И ты так живешь? А ты женат? Нет, я не женат. А почему? Тебя что, кроме клиентов, никто не любит? Любят. Ну, а почему тогда ты живешь один? Потому что мне так удобно. На, дуй за мороженым. А тебе на палочке или в стаканчике? Пожалуйста, одну на палочке и одну в стаканчике. Ага, хорошо. Здрасте, это орган опеки. Добрый день. Вы знаете, тут ко мне девочка прибилась, чужая. В стаканчике. Угу. И на палочке. В общем, я сейчас еду в аэропорт, у меня встреча в Шереметьево. Если хотите, может быть, туда кто-то подъедет. Через час. Александр Титов. Спасибо. Сиденье не испачкай. Можно звуков таких не издавать, нет? Так, с вещами на выход. А зачем мы приехали в аэропорт? У нас у обоих важная встреча. Нашли вас отдохнуть перед вылетом в комфортабельные услуги. Если хотят обеспечить работа, вложи облик. О, плохо дело. Добро пожаловать. Меня зовут Алекс. А меня Боб. Очень приятно. А это кто? Это Александра. Наша русская традиция – предлагать хлеб и соль дорогим гостям. Чудесная русская традиция. Добро пожаловать. Благодарю. Вкусно. Давайте я вам помогу. Нет, спасибо. Меня еще пока силы не оставили. Пошли. Когда я путешествую, Алекс, мне нравится чувствовать себя как дома. Это ни с чем не сравнимое чувство. Ну да. А у вас есть какие-нибудь помощники? Зачем мне помощники? Жена мой главный помощник вот уже 30 лет. Мы воспитали шестерых детей. Так что я и сам неплохо справляюсь. Ясно. Знаете, я полностью с вами согласен. Для меня моя семья – это моя жизнь. Прекрасные слова. Прошу прощения, мне нужно сделать один звонок. Конечно, конечно. Алло. Алло, Тарелкина. Значит, быстро дуй в гостиницу. Отменяй все. Лимузины, баб, водяру. Сними номер там подемократичнее. И в офисе все приберите. Все в рамках морали. Чего? Потом объясню. Давай, пока. Так, аферистка. Слушай сюда внимательно. Значит, 10 тысяч рублей, и ты изображешь мою дочку. Сдам тебя в органы опеки. Двадцать. Давай. Алло, да, любимая. Мы приехали, уже все хорошо. Все. Пять минут отдыха перед боем. Как говорите, зовут вашу дочь? Александра. Ее назвали в вашу честь, как это мило. А сколько ей лет? Семь. Мне десять. Какого черта не сказал, что говоришь на английском? А ты не спрашивал? Точно, ей десять. А где ее мать? Простите, что? Где ваша жена? Она ждет нас дома. Нас? То есть я буду жить у вас? Как здорово. Терпеть не могу гостиницы. Надеюсь, я вас не обременю. Нет, что вы. Так все и было задумано. Мой дом – ваш дом. Мне только нужно заскочить в офис на минутку. Конечно. Позвоню-ка я жене. Да, доченька. Алло, Тарелкина? Так, слушай меня внимательно. Мы с тобой женаты, счастливы. У нас есть дочь. Зовут Александра и десять лет. Че? Дедов, ты сбери? Мы добрая и красивая семья, как на Пэкшоте. Понимаешь? Опять кого-то сбил. Никого я не сбивал. Наш клиент просто занудый и примерно семьянин. Поэтому никаких декольте, голых пупков. Приберитесь там в офисе. Он будет жить с нами. А отменяй гостиницу и найдите какую-то квартиру семейную. Когда я тебя ее буду искать? Пока, любимая. Титов, алло, ты слышишь меня? Я сейчас... Она ждет нас с нетерпением. Титов, алло, ты слышишь меня? Здрасте. КОНЕЦ О, он что, туда кирпичи, что ли, навалил? Благодарю вас. Проходите. КОНЕЦ Знакомьтесь, это моя жена Оксана, мама моей дочери, а это Боб. Приятно познакомиться. Мне тоже. Живот прикрой. Ну, что ж, прошу за мной. Ты же не узнал, жена и дочь. Я доверяю вселенной. Я выбираю гармонию, равновесие и душевный покой. Ну и утречко. Так, быстро, смотри. Что это, кастинг на мыло, что ли? Нет, на дочь. А, ее я уже нашел, вот. Нет, здесь есть варианты получше. Это вообще на тебя не похоже. Я и об этом же говорю. Но я и правда его дочь. Да? От кого же это? На эту неделю от тебя. Что у нас с квартирами? Показывай. Вот. Шестикомнатная, тихий центр. А это что, шесть? Слушай, ты в своем уме? Это бордели, а не квартира. Вот это. Да я-то вообще на офис походу. Слушай, мне нужна нормальная квартира, понимаешь? Обжитая, для нормальных семей. Слушай, ну нету в Москве нормальных семей. До свидания. Кто это? Слушай, позови-ка Ганина, пока он не ушел. Давай, быстро. Ганина? Ты только что его уволил. Я тебе сказал, позови меня Ганина. Мне два раза надо повторять. Ганин, к Титову. Так, дорогой друг Ганин, садись. Надо поговорить. Садись, садись, садись. Во-первых, я хотел бы перед тобой извиниться, надеюсь, ты не в обиде на меня. Ну, за исключением того, что ты меня уволил. Кто я? Уволил? Слушай, ну как уволил, так восстановил. И не просто восстановил, а с повышением. Теперь ты не координатор, а глава отдела. С чего такая щедрость? Дело в том, что это был тест. Тест на стрессоустойчивость. Это ведь главное в нашем рекламном бизнесе. Я на тебя надавил, а ты выдержал. Молодец. Поэтому мы тебя не просто восстанавливаем, а еще отправим в оплачиваемый отпуск. Плюс бонус от компании. Куда? Если без виз, то в Армению. Фантастический выбор. Когда ты еще будешь в Армении? Когда? Прямо сегодня, сейчас. Армения, кавказская радушия, солнце, теплое море. В Армении нет моря. Значит, не утонет. Давай, паспорт и ключ от квартиры. А, подожди, а ключи зачем? Слушай, у меня просто ремонт дома, и мне перекантоваться надо где-то. Там такая вонь стоит. Там не прибрано. А, уберем. Вперед! Да, гнездо так гнездо. Так, девочки, мальчики, концепция счастливая семья. На все про все два часа. Нужно оставить, лишнее убрать. Я не могла подумать, что у Ганина может быть такая хата. А у него дед генералом был. Убираем? Нет, деда оставить. Буду генеральской внучкой. Продолжение следует... Сосиски Family Foods Попробуй истинную Америку на вкус Так Знаете что? Сейчас мы возьмем все, что вы тут налепили И выбросим в ведро Потому что это никуда не годится Так, ребятки, давайте Забудем это как страшный сон Видите, как все просто? Благодарю Отлично Прекрасно Здорово Непросто было решиться, да? Ну вот и все Никакой трагедии не произошло, да? Наша с вами задача выйти за рамки стереотипов Нам нужны новые образы И новые сюжеты Для выражения главной идеи Семейные ценности Именно это Именно это важнее всего Поднимите руки те, у кого есть семья И дети Именно об этом я и говорю Наша целевая аудитория Это семья Итак На этой неделе Каждый день вы будете получать Новое задание Свои свежие и оригинальные идеи Вы будете излагать Лично мне До 7 часов вечера Того же дня Авторы самых интересных И продолжат свое участие в конкурсе Всем все ясно? Давайте, за работу Здравствуйте Нас не успели представить Я Саша Юлия Очень приятно Симпатичное платье Новое Спасибо Бывает Можно на ты Ты что, из Питера, что ли? Терпеть не могу этот город Был там последний раз Десять лет назад Напился в хлам Ничего не помню Ясно Что ясно? Вы ненавидите мой город И вы алкоголик Умеете произвести впечатление Ну хорошо Погоди Послушай Я Как это говорят Не то имел ввиду Попытка номер два Пускай будет так Алая Пуруса А твоя реклама? Понравилась? Понравилась Она мне напомнила Что-то из моей далекой юности Такое нежное Что-то миленькое Женское Простое А я ваши работы тоже видела Броско Вычурно Самодовольно Типичный мужской шовинизм А что, это плохо разве? Хорошо Потому что мачо-алкоголик Так же далек от семейных ценностей Как ты от тендера Накладные волосы? Ть, приперлась Сколько же вам лет? Что значит вам? Значит, что старость Нужно уважать Положи на место Накладные ресницы Можно подумать Твоя мама их не носит А ей незачем Она и так красивая У моего папы Хороший вкус Ха-ха-ха-ха Ну с этим не поспоришь Впрочем У всех бывают неудачи Ха-ха-ха-ха Послушай, малявка Ты мне не нравишься Я не нравлюсь тебе Но коли мы в одной лодке Мы должны грести в одну сторону Понятно? А это не мир Это перемирие Согласна Я слежу за тобой Это... Я за тобой слежу! Тогда не забудь линзы Алло... Мамуль, привет! У меня всё хорошо Сегодня паразитов изучали Ну-ну-ну, ну-ну-ну. Здорово. Что у тебя там шумит? А это, это Алла Дмитриевна на кухне что-то делает. Ну как, мам, презентация? Ты такая красивая была в новом платье. А ты откуда знаешь? Ну, а ты у меня всегда очень красивая. Тем более я сама тебе советовала принарядиться. Спасибо. Все хорошо. Моя презентация всем понравилась. Классно. Все, мамуль, целую. У меня пора. Пока. Ты что-то сказала? Ты очень хорошо выглядишь. Спасибо. Ну вот мы и дома. Папочка приехал. Да, привет. Я тоже соскучился. Ну что там, как в школе? Пап, у нас каникулы. Вакансии сейчас? Это чудесно. Да, точно. Я забыл. Закрутился на работе. Добро пожаловать. Надеюсь, я не доставлю вам особых хлопот. Все, что мне нужно, это простая кровать. Без проблем. Кстати, тут у нас ванная. Извините, это... А кто эти люди? Это наши родственники, дальние. А это что? Еще один ребеночек есть? Планируем. Ведите, я прошу. А кто у вас на гитаре играет? Мама. Только не пой, прошу. Я подожду тебя в лифте Между четвертым и третьим И помечтает о лете Со мной дедушка Питер И не работает Какая красивая песня. О чем она? О бодиночестве в лифте. Проходите. Спокойной ночи, Боб. Спокойной ночи, Алекс. Как будто весь день мешки с цементом ворочал. Ты так напряжен, пупсик. Хочешь расслабиться? Слушай, а не за стенкой тут все слышно. Да ничего не слышно. Ой, как хорошо тут. Ну что, ты думаешь, он поверил нам? Ну, вроде да. А что ты так нервничаешь? А я не нервничаю. Просто в прошлом году Фэмили Фудс потратила Полмиллиарда долларов на рекламу. И я хочу кусок этого пирога. А если ты не выиграешь, Тензор? Выиграю. У меня конкурентов нету. Есть там одна, правда, и из Питера. Талантливая. Стерва одинокая. Но у меня-то дочка, жена, никаких вредных привычек. А потому что я твоя вредная привычка. Что такое? Что с тобой? Что случилось? Мне приснился жуткий сон. Ага, понятно. Все в порядке, ей просто плохой сон приснился. Не морочи голову. Алекс, послушайте мой совет. Пусть она поспит в вашей комнате. Она успокоится и уснет. Да, хорошо. Пошли. Артистка. Сладких снов. Ай. Извини. Сладких снов. Продолжение следует... 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 Спи давай. Расскажи мне сказку. Теперь твоя очередь. Сказку. Хорошо. Ну, жил да был один... Король. Ну, король-то ты хватанул, конечно. Ну, пускай будет король. И жил он не тужил, и все у него вроде было хорошо, и на работе вроде все было здорово. Подчиненные его уважали. Любили. Ты знаешь, скорее боялись. Он был злым королем? Нет, он не был злым королем. Он был такой нормальный, такой король. И все у него было хорошо, пока однажды к нему в замок не постучалась девочка. Она была принцесса, да? Ну, это она так считала, что она была принцесса. А король думал, что она обманщица, потому что они были совсем не похожи друг на друга. Но она была красивая, да? Нет. Она была страшненькая, с кривыми ногами. А-а-а-а-а-а! А-а-а! Ха-ха-ха. А-ха-ха. Девушки отдыхают Все очень сложно У нас есть два кандидата Один из них очень креативный А у другого более мягкий подход Но зато он попадает точно в яблочко Не знаю, что делать Может, им надо работать вместе? Ты умница Мои поздравления Вы оба победили Это сложный выбор для меня Вы оба очень талантливы И боюсь вам обоим Придется выиграть финальное задание Это совместная работа Поскольку настоящий копирайтер Это хороший командный игрок И как же вы собираетесь выяснить, кто из нас лучший? С божьей помощью Победитель получит контракт Вот кукурузные хлопья И все? Никаких наставлений? Библии пророков и прочего? Нет Вы работаете вместе Главное – совместная работа Новая концепция должна быть готова к завтрашнему дню Удивите меня Ну и как работать будем? Есть идеи? Идеи море Но, понимаете ли, Юленька Дело в том, что мы с вами люди творческие А эта работа рассчитана на индивидуальный подход Поэтому я все сделаю А вы мне только не мешайте Это я вам мешаю? Ну хорошо Значит, я выиграла Потому что я согласна на работу в команде Нет, послушайте, вы меня неправильно поняли Вот и славно Хлопья Пшеница, кукуруза, сельское хозяйство Сельское хозяйство в Москве Смешно Поехали Ну давай быстрее Ну объезжай уже А я говорила, надо было на метро ехать Объедь слева Идиоты А что вариваете? Как будто они сейчас перед вами растутся Тоже мне в Моисей Я бы за это время уже до Питера добралась Отличная идея Давай билет куплю Ну зачем? Ну это куда мы идем? Сюда Давай в Азбутском Ну как встань Азбутск и башни Желаю Абуря На поле Ай, ты подозвонил Не боню Да, да О, да Думаю В Азбутск Думаю В Азбутск Думаю В Азбутск Думаю В Азбутск В Азбутск Продолжение следует... 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 где ты был на работе я туда звонил тебя там не было ты был с этой слушай тарелкина выходи из образа публику разбудишь мерзавец послушай то что мы с тобой разыгрываем комедию для американцев еще не значит что мы с тобой муж и жена ну тигреночек ну извини ну просто этот америкос это девчонка еще ты там где-то с этой отвисаешь мозги на бекрень американец эта работа а то где я и с кем я тебе не касается мне казалось нас кое-что связывает связывает работа и секс я так больше не хочу что исключаем работу ясно какие будут указания босс ложись спать поздно уже я на диване посплю ну что поссорился со своей фальшивой женой много будешь за искать остаришься ты знаешь что синяки ты живу 400 лет ты знаешь что если мы сейчас не позавтракаем то мы и год не проживем пельмени или котлеты отличный утренний выбор ты знаешь есть идей получше будешь давай кушать подно мадам шато да молоко урожай вчерашний вкусно настоящий завтрак у папы в каком смысле в смысле мама обычно готовит что-то сложное например все рынке или оладьи а тут все просто насыпал залил и все интересная мысль и что ты хотел бы начинать каждое утро с такого завтрака я бы хотела готовить его вместе с тобой и кто у нас мама я поближе вы уже начали завтракать кума добро утро боб черт забыли помолиться мы забыли произнести молитву да благословит господь тех кто начинает свой день завтрака фэмили форс спасибо вот ты благословил пусть утро начинается с твоей улыбки с улыбки твоих родителей и солнечной тарелки хлопьев хлопьев это полный провал да ассоциации мифлогемы какие же ассоциации знаешь что у меня дочка моя говорит чего хлопья это завтрак у папы круто а знаешь почему потому что папа не будет заморачиваться угу вот и ассоциации а ты что готовишь своей дочери ну полезное что-нибудь кашки сырники нет что-то вредное дети любят вредное что она любит вредное а я не спрашивала никогда ну так давай спросим давай и раз и два прыгаем выше выше веселее давай давай высох тянем молодцы еще чуть-чуть давай раз два три и повтор и раз и два а теперь телефон внизу раньше такого не было ну погоди дергаться может она играется еще где-то или занимается ты с кем ее оставила с няней ну так позвони няне уже звоню а а дмитриевна алька рядом у меня машина здесь а у меня ребенок пропал а али 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 и али 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Завтрак у папы, когда главное рядом Это очень неожиданно И очень интересно Спасибо Поздравляю Ты получаешь контракт Давайте выпьем за это! Прошу прощения, Боб Можно поговорить с вами? Конечно Спасибо Чаю? Нет, нет Алекс, я хотел бы поблагодарить тебя и всю твою семью Подождите, Боб Простите Мне нужно сказать вам кое-что Я хочу извиниться Я врал вам Правда заключается в том, что у меня нет семьи Это была всего лишь большая глупая игра Просто я хотел выиграть этот контракт любой ценой Мне очень и очень жаль И честно говоря, я думаю Что Юля настоящий победитель Ведь Оксана не моя жена, а Александра не моя дочь Это было... Простите Ты знаешь Каким-то волшебным образом я выяснил это сам Послушай, Алекс Ты глубоко заблуждаешься У тебя есть семья Александра – твоя дочь Она спит Как ты Ест, как ты Двигается, как ты И не нужно быть пророком Чтобы понять то, что ты и так сам знаешь Я вижу такие вещи и понимаю У меня шестеро детей Я не был бы в этом так уверен Вы говорите по-русски? Моя бабушка была русской О, Боже Так вы понимали абсолютно все? Все слова О, Господи И молитвы Так и есть И Господь дал все, о чем ты его просил Не так ли? Прости, Алекс Мне пора идти Меня ждет такси Мы скоро увидимся Надеюсь, ты и Юля Разберетесь во всем Прошу, ребята Работайте вместе Вы команда Вы могли бы стать лучшей командой Самой лучшей Не упускайте этот шанс Ты заслужил это Так же, как и она Спасибо Не за что Береги себя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Новый креативный директор Браво! Браво! Ян, Ян Включи, пожалуйста Я хочу, чтобы все посмотрели И гордились Каким профессионалом мы работаем Я сам смотрел четыре раза Гениально Я не видел твою первую улыбку И твои первые шаги Я не знаю первых слов, которые ты произнесла Я не целовал тебя на ночь И не учил завязывать шнурки Но ты появилась в моей жизни Раз и навсегда Ты впустила в мой дом солнце Ты научила меня улыбаться И снова поверить в сказки Ты научила радоваться Простому завтраку вместе Завтрак у папы Когда главное рядом Галя Иду Извините Есть кто дома? Саша, друг, дорогой Так отдохнули Хорошо отдохнули Спасибо Лучшие годы жизни А он Не любит Я же ведь Гримером Могу Костюмером Могу Я Мерезером могу Я понимаешь Я как Как Ну как Как богиня Я все могу Да ладно Ах ладно И актрису можете? Легко Оксана Иван Продюсер Очень приятно Повтори Итак Лайня А вот вы А вот вы Верите в любовь? Очень А почему у нас Пицца синяя? А это так и надо Это последнее слово В гастрономии Напоминаю В эфире шоу Лучшая хозяйка И я И ее ведущая Оксана Фрикасе А в гостях у нас Сергей Пицца Я подожду тебя в лифте Между четвертым и третьим И помечтает о лете Со мной дедушка Питер И не работают сети Хмурый февраль на репите А я все жду тебя в лифте Между четвертым и третьим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Игорь Негода Игорь Негода Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Игорь Негода 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 Игорь Негода